Привет всем! В этом видео хочу показать пляжи Мармориса и рассказать, какие они бывают. Несмотря на то, что Марморис один из самых небольших турецких курортов, разнообразие пляжей здесь просто поражает. Сам курорт расположен в уютной симпатичной бухте и практически на 90% вокруг окружен горами. Вдоль побережья бухты от поселка Ичмилер и до старого города Мармориса тянется 14-километровый фантастической красоты променад. Весь этот променад в каждой его части совершенно разный и имеет свои уникальные фишки. Начнем обзор с Ичмилера. Что такое Ичмилер? Ичмилер – это небольшой поселок, можно сказать, пригород Мармориса и, наверное, одна из лучших частей всего курорта. Покупая тур в Марморис, человеку могут продать отель, находящийся в Ичмилере, в Турунче, в Хисараню, а также в самом Марморисе. Из всех этих локаций Ичмилер, наверное, лучший вариант. После пожаров, бушевавших в Турции в 21-м году, вид на горы из Ичмилера немного испортился. Сейчас часть гор выглядит вот так, а раньше эти вершины были зелеными. К счастью, пожар до самого курорта не добрался. И внизу все выглядит превосходно, цветет, благоухает. Растут пальмы, зеленеют всевозможные еловые деревья. Например, вершину вот этой горы, которая уходит в море. Огонь вообще не задел. По ходу нашего движения я также покажу несколько отелей, которые расположены вдоль променада. И про те, которые что-то знаю, обязательно немного расскажу. Вся первая линия Ичмилера усеяна всевозможными симпатичными кафешками. На кого они рассчитаны, не совсем понятно. Так как большинство отелей, которые здесь находятся, работают по системе «все включено». И все-таки эти кафешки достаточно востребованы. Особенно в обед, вечером здесь в принципе все заполнено. Возле большинства этих заведений стоят ухоженные зонтики, шезлонги. И заказав в кафе что-то буквально по минимуму, можно совершенно бесплатно ими пользоваться. В самой крайней точке Ичмилера расположен причал, к которому пришвартованы лодки, катера, яхты. И именно отсюда можно совершить массу всевозможных разнообразных морских прогулок. Купить экскурсию или морское путешествие не составляет никакого труда, потому что предлагают их буквально на каждом шагу. И не купиться на все эти предложения гораздо сложнее, чем купиться. На первый взгляд большинство экскурсий схожи между собой. Но это только на первый взгляд, так как все они морские. В действительности же большинство экскурсий довольно существенно отличаются. И я бы советовал перед тем, как что-то купить, немного повыбирать, а не соглашаться на первое, что вам предлагают. Если эта экскурсия на весь день, то как минимум стоит обратить внимание, входит ли в стоимость еда и напитки. Казалось бы, взял с собой бутылку воды и не будет никаких проблем. Но поверьте, отправляясь в море на весь день, безлимитные напитки на судне это очень важно. Во-первых, та вода, которую вы с собой взяли, через полчаса уже нагреется, и пить ее будет не очень приятно. А во-вторых, слово напитки подразумевает не только воду, а колу, фанту, спрайт, чай, кофе, а иногда даже и пиво. Еще я бы не советовал покупать морскую прогулку на огромных трехпалубных кораблях. На такие корабли помещается по 300-350 человек, их стараются заполнить максимально, и понятно, что про какой-то комфорт или релакс при такой массе народа говорить не приходится. Пляжи курорта Марморис имеют одну особенность. Все они состоят из песка вулканического происхождения. Этот песок не такой желтый и красивый, как бы нам хотелось, но по тактильным ощущениям он очень приятный, мягкий, нежный. И заходить по нему в море одно удовольствие. Пляжи Ичмелера во всем Марморисе самые симпатичные. Хотя здесь даже нельзя сказать пляжи. Правильнее всего, наверное, было бы сказать один большой двух-трех километровый пляж. Совершенно условно, отелями и кафешками, разделенные на какие-то зоны. Очень приятное дно. Невероятно чистая, прозрачная вода. Такого прозрачного моря в других частях курорта, а особенно на центральных пляжах Мармориса, точно нет. Именно поэтому Ичмелер сильно выделяется. В Турции есть закон, согласно которому береговая линия никому не принадлежит. Ей может пользоваться кто угодно. Поэтому, если даже пляж облагорожен, стоят лежаки, зонтики какого-то отеля, есть охрана, то можно приходить на этот пляж и спокойно купаться. Вас никто не прогонит, не будут делать вам замечания. Охрана же в большей степени контролирует, чтобы туристы из других отелей не занимали лежаки этого отеля. Такой подход к пляжам в Ичмелере очень удобен. Есть места, где при входе попадаются небольшие камушки. А есть, где вход в море вообще идеальный. Поэтому, даже если напротив пляжа вашего отеля вам что-то не понравится, хотя это вряд ли, всегда можно пройти 50-100 метров в любую сторону и найти идеальное место для купания. Во всем этом великолепии Ичмелеровского пляжа и вообще бухты Мармориса есть и один достаточно весомый минус. По периметру всей этой бухты бьют холодные подводные родники. Поэтому температура воды даже летом не поднимается выше 23, максимум 24 градусов. Понятно, что весной и осенью вода еще гораздо прохладнее. Поэтому, отправляясь в Марморис, например, в начале ноября, стоит понимать, что это могут быть прекрасные прогулки, релакс. Но полноценного пляжного отдыха с наслаждением морем уже не получится. В Ичмелере есть отели на первой береговой линии, на второй и даже на третьей. Если у отеля есть своя часть пляжа с зонтиками, шезлонгами, то в общем-то это может даже практически не напрягать. Потому что сам поселок небольшой, очень ухоженный и прогуляться по нему одно удовольствие. Единственный минус, который может быть, это отсутствие бара на пляже. Для турецких отелей это очень не характерно. Но именно в Ичмелере, я так понимаю, что у многих отелей бара на пляже нет. Если же отель находится на первой линии, как, например, вот этот отель Касабланка Бич или виднеющийся за ним Элит Ворд Марморис Бич, то, в общем-то, можно сказать, что бар на пляже не сильно и нужен. Кстати, в это сложно поверить, но вот этот отель, который вы сейчас видите, это четверка. И вообще, в Ичмелере пятизвездочных отелей всего несколько. А все остальные тройки и четверки. И если посмотреть на рейтинг всех этих отелей, то многие из них оставляют желать лучшего. Мне кажется, это потому, что туры в эти отели и так продаются очень хорошо из-за местности, где они находятся. Поэтому владельцы отелей не слишком переживают, что у них не будет клиентов и не стремятся из года в год, из сезона в сезон улучшать и улучшать сервис. Кстати, говоря о невысоком рейтинге, это не значит двойка по пятибальной системе. Все оценки крутятся в районе 3,8-4,2. Многие туристы, отдыхая в Марморисе, даже не представляют, что существует такое место, как Ичмелер. Они едут куда-то за сотни километров на экскурсии, платят большие деньги, хотя сюда можно добраться совершенно бесплатно или вообще за копейки и с удовольствием провести или несколько часов, а возможно и весь день. Лежаки бесплатные, если в кафе что-то купить, да? Да, чай, кофе, вода, апельсин, что тебе еще можно? Не сейчас, потом тоже можно сказать. А у меня есть меню, а потом. Можно полежать, а потом купить, да? Конечно. Хорошо, пляс, вай-фай, туалет, здесь, воздевольки есть. Море очень чисто. Креветки есть? Да. Сколько стоят? 118 лера. 5 штук. Большие? Большие, да. Тоже принесли картошку, салат, галлик, ботисос, потом ермил, чай, кофе, мороженое, тоже бесплатно. Пол бонус. Моя, я Мурат. Привет! Хорошо, спасибо. Вот так доброжелательно зазывают туристов в местное кафе и на местные пляжи. Кто же все-таки посещает эти многочисленные кафе? На мой взгляд, это две категории людей. Первая, это те, кто отдыхают в другом районе, а сюда приехали как бы на экскурсию и насладиться шикарным Ичмелеровским пляжем. Вторая категория европейцы в основном это англичане и итальянцы, которые прилетают в Турцию на месяц, на два и, как правило, не живут в отелях, где все включено, а снимают виллу или апартаменты и, конечно же, не заморачиваются приготовлением еды, а просто ходят завтракать, обедать и ужинать во всевозможные кафешки. И 5-7 долларов за обед по сравнению с ценами в ресторанах Лондона это просто копейки. Сейчас мы подошли к еще одному причалу в центре пляжей Ичмелера. На него стоит обратить небольшое внимание, а почему я расскажу немного позже. Взглянем на общую панораму Ичмелера. Очень красиво, на это я вам хочу сказать, можно смотреть вечно. Возле начала пляжа Ичмелера висят флаги, конечно же, несколько турецких, но мы обращаем внимание и нам интересен другой флаг, флаг голубого цвета. Что он означает? Это высшая экологическая награда для самых лучших пляжей. В Турции этой награды в 2022 году удостоены 531 пляж. Это международная награда и ее нельзя получить каким-то незаконным путем или путем подкупа. Так что мы можем быть уверены, что пляж Ичмелера невероятно достойный. В Ичмелер можно добраться четырьмя способами. Первый, самый быстрый, очень дешевый, но самый неинтересный. Это на маршрутке. Маршрутки ходят регулярно, каждые 20-30 минут. И на лобовом стекле должно быть написано или Ичмелер или Турунч. Причем в маршрутку можно сесть не только в центре Мармариса, а буквально где угодно. Остановки расположены через каждые 200-300 метров. В Ичмелере два вот таких симпатичных канала, как в Венеции. Сейчас несколько слов про них, а потом продолжим тему, как сюда добраться. Это не речки, это рукотворные каналы, созданные вероятнее всего, исключительно для красоты. Возле этих каналов очень приятно прогуляться, особенно вечером, здесь все подсвечивается. Некоторые отели и ресторанчики прямо нависают над этими каналами. Одним словом великолепно. Второй способ добраться в Ичмелер это приплыть на морском такси. Отправляется такси из центра Мармариса и прибывает к причалу, который я вам недавно показывал. После остановки в Ичмелере морское такси следует в Турунч, не менее великолепный туристический поселок, находящийся в маленькой бухте за вот этими горами. Это такси, кстати, работает в обе стороны, поэтому, если вы отдыхаете в Ичмелере, то на нем очень быстро и красиво можно добраться в центр Мармариса. третий способ, один из самых интересных и увлекательных это взять на прокат велосипед. Как я уже говорил, длина променада составляет 14 километров. По всей его длине, помимо пешеходной зоны, сделаны велодорожки. Так что путешествовать по променаду на велосипеде очень удобно. Вот эти велосипеды можно взять на прокат, ни с кем не общаясь, рассчитавшись просто банковской картой. Сколько это стоит, честно сказать, я не знаю. Да и вообще на вот таких оранжевых брендированных велосипедах я не видел ни одного человека. Это, насколько я понимаю, электровелосипеды и, наверное, взять их на прокат стоит недешево. Но есть много точек, где можно арендовать обычный велосипед. В одной из них мы узнавали цену. За аренду велосипеда на весь день просят 10 долларов. Понятно, что на весь день велосипед не нужен. Он нужен на 4-5 часов максимум. Там, где мы узнавали, почасово его сдавать не хотели. Но я думаю, если задаться целью, то можно найти и по более приемлемой цене, и на нужное время. Четвертый способ добраться в Ичмелер вообще бесплатный и, на мой взгляд, самый классный. Это прийти сюда по променаду пешком. Отели Мармориса расположены не в центре города, а вдоль всего променада. Поэтому не придется идти 14 километров. Скорее всего, это будет расстояние 5-7 километров. Ну и само собой можно миксануть. Например, в Ичмелер приехать на автобусе, а назад пойти пешком. Итак, мы прошли всю набережную Ичмелера, но двигались мы не от начала до конца, а скажем так, в обратном направлении от его финишной точки до начальной. И сейчас нас ждет одна из самых интересных частей пути, которая расположена между Ичмелером и Марморисом. Это расстояние 3 километра, небыстрым шагом его можно пройти за 34 минуты. Вдоль этого пути расположено 5-6 отелей, некоторые из них я вам немного покажу. На мой взгляд, это одни из самых классных и самых атмосферных отелей Мармориса. Первый отель, который мы встречаем на пути к Марморису, это отель Orca Lotus Beach. Новый шикарный отель, исполненный в современном стиле. В этом отеле сочетается вот абсолютно все, что может быть в лучших турецких отелях. Сервис, питание, природа, развлечение, инфраструктура, великолепный аквапарк и великолепный пляж. Пляж отеля даже круче, в Эчмелере. Чем он круче? Во-первых, он очень облагорожен, есть удобный деревянный пирс, бар на пляже, а во-вторых, он песчаный, практически без попадания камушков и цвет песка гораздо светлее, почти идеально желтый. Раньше на этот пляж можно было свободно зайти, покупаться, даже если вы не живете в этом отеле. Но сейчас отель поступил беспрецедентно нагло, явно с нарушением закона, он отгородил пляж забором, зелеными насаждениями, и теперь попасть на него могут только постояльцы отеля. Конечно, для туристов из других отелей это минус, но для гостей Орка Лотус это великолепно. Следующим располагается отель Марморис Парк. Это четверка. Мы отдыхали в этом отеле 4 года назад. Возможно в отеле и есть какие-то нюансы, но я до сих пор считаю, что это был один из лучших наших отдыхов в Турции. По многим показателям отель явно выше, чем на 4 звезды. Но звездность отеля она не зависит напрямую от качества отеля. Есть еще множество дополнительных критериев, которые должны присутствовать. Например, в 5-звездочном отеле обязательно должен быть лифт. Здесь его нет, вот и все, это уже не пятерка. Зато здесь есть водная горка, на которой можно съехать прямо в море. Вот где еще, в каком отеле вы такое видели? Да, возможно она не быстрая, подходит в основном для 10-12 летних детей, но все равно это очень круто. И кстати, я на этой горке тоже катался. Объективности ради стоит сказать, что отель за 4 года ничуть не изменился. Но это не плюс, это минус. Отель и так был немолодой и постоянно нужно делать какие-то инновации, усовершенствования, но похоже делать их никто не торопится. Вот стоят какие-то металлические палки, раньше это были зонтики, они сломались, но их почему-то не чинят. Да, это минус, но в отеле столько плюсов, что такие мелочи даже не замечаются. Во-первых, лежаков и зонтиков на пляже все равно всем хватает, а во-вторых, что мне очень нравится, над большей частью пляжа нависают сосны и создают естественную тень, находиться под которой гораздо приятнее, чем под зонтиком. У отеля вообще нет пляжа с естественным заходом в море. Весь пляж это понтон. Кому-то может показаться, что это очень плохо, но на самом деле такой подход не так уж и плох. Тем более, что у гостей отеля всегда есть возможность пойти в тот же Ичмилер и покупаться на песчаном пляже. На протяжении всего пирса сделано 6-7 удобных лесенок, по которым можно комфортно подняться и спуститься в море. К тому же глубина у каждой лесенки разная. Есть 70 сантиметров, а есть и 5 метров. Поэтому если вы боитесь глубины, можно спуститься там, где не глубоко и купаться практически как на обычном пляже. Дно моря безусловно уже не такое приятное как в Ичмилере. где-то оно песчаное, а где-то каменистое с большими, но гладкими камнями. Вода на пляже отеля супер прозрачная. Здесь можно даже поплавать с маской и увидеть больших черепах. Проще говоря, морской и пляжный отдых, несмотря на понтон в этом отеле ничуть не хуже, чем в отелях с обычными песчаными или галичными пляжами. Также у отеля есть шикарнейший вот просто бомба бич-бар со стационарными деревянными накрытиями. Это очень важно и несмотря на то, что до главного ресторана совсем недалеко, в обеденное и послеобеденное время в этом баре готовят незабываемую на вкус спицу. Вообще про отель Марморис парк можно рассказывать очень много, потому что действительно есть что рассказать и не зря у отеля средняя оценка 4,5. Если бы меня спросили поехал бы я еще раз в этот отель могу сказать с превеликим удовольствием. Причем не только в Марморис парк с удовольствием бы не задумываясь поехал и в Орко Лотус и в следующие три отеля про которые я сейчас расскажу. Следом идут отели Марморис Пелес Пелес Бич и Лабранда Марморис Все эти отели пятизвездочные и они просто потрясающие. Как и отель Марморис парк они зажаты между морем и горами. Вся их территория это фантастический зеленый хвойный лес. У них как и в Марморис парке нет обычного пляжа. Их пляжи также понтонные. Оценка всех этих отелей на гугле 4,4 но если оценивать место в котором они находятся то это без сомнения 100 из 100. У отелей Мармориса есть такая особенность что основная территория самого отеля и территория пляжа разделены променадом. И это как ни странно нисколько не напрягает а наоборот очень масштабно раздвигает границы вашего отеля. Можно видеть как люди с пляжа по променаду идут в отель босиком потому что вокруг все очень чисто ухожено и вообще здесь хочется отдыхать как можно чаще и как можно дольше. Многие люди гуляют по променаду только в центральной части Мармориса но однозначно не центральная а именно эта часть и для прогулок и для катаний на велосипеде самая приятная. Вечером весь променад подсвечивается и здесь ничуть не менее интересно чем днем. Немного не доходя до основной части променада расположен Дельфин парк. Это не совсем дельфинарий дельфинов здесь также держат в неволе я безусловно против этого но по крайней мере дельфины живут не в маленьких бассейнах а в больших огороженных частях моря. Если говорить о ценах то расклад такой вход для взрослого 18 долларов для ребенка 12 ребенок считается до 10 лет фото с дельфином 30 долларов поплавать с дельфином в группе из 6 человек 95 долларов и вот мы вышли скажем так на основную часть променада Мармориса где расположено большинство всех местных отелей одновременно оценить эти отели невозможно потому что все они невероятно разные и находятся абсолютно в разных условиях здесь есть отели на первой линии на второй на третьей и чуть ли не на пятой хотя такого понятия как пятая линия не существует и отель находящийся за 500 метров от моря и за 5 километров по сути считаются расположенными на третьей линии по уровню сервиса разница тоже может быть просто фантастическая поэтому при выборе отеля каждому нужно подходить индивидуально данная часть променада от предыдущей отличается просто в корне здесь вообще нет хвойного леса и единственная тень которая встречается это пальмы высаженные вдоль некоторых отелей кстати если кто-то не знает расскажу пальмы в турции в естественных природных условиях не растут их искусственно выращивают и высаживают там где хотят чтобы они были что касается отелей в марморисе на второй и третьей линии отдыхать здесь в таких отелях уже не так весело и интересно как в чмелере вся красота и достопримечательности мармориса собраны на расстоянии 100 максимум 200 метров от побережья все что находится дальше это обычный турецкий провинциальный городишко так что ходить пешком из отелей расположенных далеко от пляжа нет ничего романтичного а таких отелей в марморисе немало например отель фан сан смарт вокс ресорт в котором мы тоже отдыхали в общем неплохой вариант для очень скромного бюджета но каждая поездка на пляж это вот такие вот очереди и 10-15 минут в дороге если ехать на автобусе идти пешком вообще не вариант так как путь займет минут 40 проще говоря для отдыха в марморисе лучше выбирать отель на первой линии разве что предложение на второй и третьей линии ну очень дешевое относительно пляжа если не видеть пляжа в ичмелере то можно сказать что в марморисе пляж очень хороший но если сравнивать то пляж в марморисе безусловно немного уступает во-первых он уступает чисто визуально цвет песка здесь такой темно-серый как будто это речка или озеро но по ощущениям он все равно очень мягкий и приятный опять же в некоторых местах песок чистый в некоторых местах в перемешку с галькой или ракушками но найти покрытие пляжа под себя не составляет никаких проблем пляж бывает разный даже в пределах одного отеля не говоря уже о том что можно пройти 100-200 метров в одну или в другую сторону и купаться именно там где тебе понравилось невзирая на то какому отелю этот пляж принадлежит единственное что там не будет у вас своего зонтика и лежака еще один неоспоримый плюс того что ваш отель будет располагаться на первой линии это наличие бара на пляже что бы кто не говорил но лежать на лежаке любуясь морем и попивать холодный коктейль или холодное пиво гораздо приятнее чем лежать на этом же лежаке и пить теплую воду которую ты взял с собой из отеля и которая через полчаса уже нагрелась да и вообще рядом есть туалет при желании можно пойти переодеться в общем преимуществ огромное множество на основной части променада просто сотни разноплановых кафе баров и ресторанов здесь можно подобрать под себя любую кухню и любую атмосферу хочешь English breakfast английский завтрак пожалуйста есть желание попробовать морепродукты не вопрос стейк-бар пив-бар рок-бар спорт-бар конечно же любая турецкая кухня турецкие сладости мы встречали здесь абсолютно все причем цены ну очень демократичные и даже деликатесы или морепродукты можно попробовать относительно недорого кстати Марморис славится не только своими пляжами но и уникальным еловым медом у некоторых специалистов бытует мнение что елового меда не существует но пчелы Мармориса доказывают обратное как я уже говорил в начале покупая тур в Марморис вам могут продать отель находящийся в Турунче или в Хисараню про них долго рассказывать не буду обращу внимание только на несколько фактов пляжи и там и там хорошие но если Турунч это сказочный поселок окруженный горами который я однозначно рекомендую то Хисараню забытое богом место в 30 минутах езды от Мармориса без развлечений магазинов променада и другой инфраструктуры хотя там действительно есть несколько неплохих отелей центром Мармориса считается площадь с памятником Ататюрку все дороги и все пути начинаются именно отсюда прямо напротив памятника находится остановка откуда стартуют автобусы на Ичмелер и Турунч на любом из этих автобусов можно добраться до 90% отелей расположенных на первой линии также в 100 метрах вправо от памятника стартуют лодочки морские такси о которых я вам рассказывал первая остановка этого морского такси в Ичмелере вторая в Турунче цены на морское такси постоянно меняются но это не очень дорого стоимость билета в одну сторону в районе 3-5 долларов отдыхая в Марморисе можно увидеть не только общедоступные пляжи но и побывать на пляжах совершенно уникальны здравствуйте сколько стоит 10 долларов сюда Марморис Астров Парадайз Астров аквариум бухта 30 минут плавать потом фосфорная пещера 30 минут потом Амос Амос бай Амос сюда 1 час 30 минут плавать потом ем меню хрисия макарина на салат потом Турунч 1 час сюда гуляю магазин пляж зеленая мора 30 минут плавать это час 17 сюда из отеля забирают трансфер отель утром вечером вечером 10 долларов безлимит пить чай как фантасы брать чай безлимит пить безлимит на этой яхте нет? на яхте можно и сюда другая да? да сколько там человек на яхте? немного человек немного максимум 25 максимум 40 мы 40 капасита щитов все величина спасибо вам за что хорошо да это у нас относится к Средиземному морю здесь вот Мармолис это вот пункт относится полностью к Средиземному морю вы находитесь значит здесь вот в Эгейском море между Родусом и Мармолисом слияние проходит значит Средиземное море и Эгейское море здесь у нас Эгейское море идёт здесь у нас слияние идёт до слияния правда вы не доедете здесь потому что плыть до него где-то 16 часов плыть до слияния именно да? да а до самого Родуса 40 минут плыть это значит отсюда на автобусе а потом здесь садитесь на яхту и здесь у вас яхта переводит за 40 минут Эгейские острова экскурсия такая мы еще рекламу будем делать смотрите смотрите здесь вы посещаете 5 островов значит у вас яхта будет трехпалубная первый этаж душ, туалет, пресная вода, ресторан вторая палуба стенёчек на третьей палубе шезоногие лежаки имеются трехпалубная большая яхта значит плывёте первая остановочка у вас будет бухта аквариума вода глубиной 17 метров в виде того что кидаете камушки или монету видите как она достает зно остановочка 45 минут покупались, пофотографировались плывёте дальше камелио досы кто хочет купается на острове кто хочет прыгать с яхты купается, отдыхаете, загораете пляж за остановочка здесь остановочка 45 минут плывёте дальше силимия здесь снимали великолепный век пару кадров брали именно с этого места здесь обратите внимание море меняет свой цвет очень красивое место остановочка 45 минут после этого плывёте дальше дишлиджик это скалы вытянуты в виде зубьев драбунов где какие-то аниматоры будут прыгать самая высокая скалы покажет вам анимацию яхту причалывает берегу кто хочет купается здесь я на пляжу такой красивый пляж здесь ещё такая красивая пещера любви есть заходите вдвоём заходите вдвоём заходите вдвоём после этого плывёте дальше здесь у вас будет античный город античная церковь где сохранилась икона Иисуса Христа яхту причалывают берегу кто хочет идёт гулять по историческим местам кто хочет купается в море здесь остановочка 45 минут можете зайти по желанию там свечку поставить также можете заряжать ленточку загадать желание дерево оливковое здесь уже на этом острове у вас будут часы мозаика солнечные часы ставите ручку сверяйте своё время по солнцу раньше же не было часов по солнцу именно дальше плывёте остров Дива Ривы прыжки с яхты песочек в виде манной крупы купания в открытом море вот такая вот экскурсия это сколько стоит она у нас стоит 18 долларов на одного человека есть экскурсия Дальян экскурсия Дальян она стоит 20 долларов на одного человека экскурсия Дальян рано начинается в 8.30 мы вас забираем с вашего отеля обратно возвращаем в 18.30 экскурсия проводится на вот таких маленьких стендовых катерах вмещаемостью 15-20 человек здесь первый этаж также душ, туалет, пресная вода ресторан вторая палуба открытая здесь в горизонт можете загорать плывёте по озеру первая остановочка пресная теплая вода купайтесь сфотографируйте отдыхайте плывёте дальше здесь у вас будут грязевые источники султании лечебные грязи помазались грязями 15 минут постояли под солнцем высохли смыли с себя грязь здесь термальные источники один сероводородный один радоновый источник где будут которые открыты там вся таблица Менделеева кроме ядовитых веществ у вас здесь остановочка тоже 45 минут прихвате здесь у вас будет обед барбекю, салат, спагетти стоимость вашего билета будет включён до этого экскурсия была по озеру теперь это озеро вливается в реку Долян по реке Долян будете проплывать гид вам будет рассказывать про эту реку Долян заплываете межкамышовые заросли проплываете Африкой Кныз и доплываете до вот этих наскальных гробниц это король Каунус и его счастье семейство русскоговорящий гид историк который более 4 лет отучился в академии туризма прошёл практику по всем тематичным городам Турции вам даёт подробную информацию слушайте, фотографируйте плывёте дальше вся изюминка этой экскурсии вот этот вот пляж из Кузу длиной полтора километра шириной 250 метров по которой реке в Долян плыли теперь эта река вливается в Средиземное море значит перебегайте к косу купайтесь в солёной перебегайте к косу купайтесь в пресной что завораживающе проходите 100-150 метров по Средиземному морю вода не выше по груди волны достигают метр-полтора метра самые большие волны здесь у вас в Средиземное море вот этих правда черепах я его не обещал увидеть которые достигают 500-600 килограмм которые черепахи достигают 90-100-120 килограмм гид наш будет вот таким образом их выманивать кидает мясо крабик рыбу закидывает здесь вы их выманиваете значит фотографируете и последняя у вас основочка это ловля голубых крабиков вам дают катушки на них нанизуют куриное мясо как думается мы не рыбаки а на самом деле вы рыбачите там их специально много развели они вот этими своими щупальцами цепляются вы их вытягиваете на яхту роняете все визжат от крича такая анимация проходит и обратно возвращение в Марморис безусловно все о чем я рассказал это лишь только малая часть того чем может удивить Марморис как ни странно но этот курорт подходит и для очень активных туристов и для туристов уставших от суеты и жаждущих спокойствия и релакса главное отправляясь в Марморис постараться подобрать отель подходящий именно для вас надеюсь что это видео вам понравилось и пляжи Мармориса стали для вас ближе и понятнее кто еще не подписался обязательно подписывайтесь на наш канал мечта путешественника ведь у нас всегда самые актуальные туристические новости и интересные обзоры нажимайте на одну из конечных заставок чтобы посмотреть следующее увлекательное видео всем хорошего отдыха ярких впечатлений и помните жизнь прекрасна когда мне есть место для путешествий до новых встреч ясно 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 Продолжение следует...